Дорогие друзья, всем большой привет. На связи Виталий Сергеенко. Сегодня на платформе Admiral Markets проводим небольшое видео. Говорим о растущих компаниях, о горячих компаниях, которые отчитались буквально на прошлой неделе. Такие компании, как Uber, Beyond Meat, Zoom. Сегодня рассмотрим, поэтому никуда не переключайтесь. Сегодня будет очень интересно. Итак, давайте перейдем к демонстрации экрана. Вначале хотел бы сказать следующую информацию, что на платформе Admiral Markets MT5 появились реальные акции, то есть не только Forex и CFD контракты, но можно также подключаться к реальной торговле и торговать через MT5 акции и интересных компаний. Поэтому переходите, ссылочка будет в описании. И также будет ссылочка по поводу брокерского счета плюс обучение. Мы вместе с компанией Admiral Markets предлагаем вот такой соус, такую возможность при открытии счета от 600 долларов получить, во-первых, несколько консультаций опытного трейдера и, во-вторых, получить возвратный счет комиссию при оплате курса трейдинг по другим углам. Это курс как раз о переходе с фондового рынка, либо дополнение, точнее с валютного рынка и крипторынка на фондовый рынок. Ссылочка будет в описании, посмотрите, это просто бомбический курс интересный, чтобы понять, разобраться в теме трейдинга и инвестиций именно на фондовом рынке. Здесь опыт более 10 лет в трейдинге и инвестировании. Ссылочка будет в описании, подключайтесь, это очень-очень интересное предложение, тем более совместно с Admiral Markets можно, скажем так, получить скидочку. Хорошо, минутка рекламы закончена, давайте переходим непосредственно на график. Первый график – это у нас часовой график акций компании Uber. Видите, что Uber, в принципе, никуда не делся, 42 доллара, вот как была цена размещения после IPO где-то 42 доллара, так пока что и болтается. Если мы говорим именно по поводу Uber, да, вот вышел отчет буквально там в конце, ну в конце мая, начале июня и выручка компании безусловно очень сильно растет, то есть такой верхний порог и как аналитики ожидали, достаточно высокая выручка, более трех миллиардов долларов, ожидали чуть меньше, но при этом есть чистый убыток около одного миллиарда долларов, то есть компания, технологическая компания Uber продолжает зарабатывать деньги, но при этом тратить больше, чем зарабатывает и вот чистый убыток один миллиард, при выручке три миллиарда. Долг компании растет, сейчас он уже составляет восемь с полной миллиардов, то есть это не совсем такие классные новости, да, для компании, поэтому с одной стороны вроде плюс, другой много минусов и акции компании остаются примерно на том же уровне, вот этот часовой график. Если мы посмотрим дневной график, да, допустим, ну пока здесь мало информации, мало акций торгуется, но вот видите, торгуемся здесь в таком диапазоне скорее, да. Если, если вы спросите меня, что делать именно, если вам интересен Uber акции, либо вы уже в покупках и так далее, здесь ситуация не самая интересная из фундаментального плана, из технического, то есть мне кажется, что компания, акции компании могут еще прогуляться куда-то в диапазон 40-41, да, и скорее здесь будет вот такое флетовое движение, исходя из того, что мы видим в отчетах, вряд ли сейчас будет какой-то большой рост, компания тяжелая, компания крупная и при этом еще не очень хороший рост, поэтому здесь обратите внимание, может быть, будет возможность такого диапазонного трейдинга с границами где-то 40-45, да, вот, то есть ищем в районе 40, может быть, будет интересная точка для захода, но опять же это очень спекулятивная сделка, вы должны понимать, потому что компания не зарабатывает деньги и у нее очень много рисков, вот, но в целом в долгосрочной перспективе, конечно, это очень интересная история. Давайте посмотрим дальше, следующий отчет, давайте посмотрим компанию Zoom, Zoom мы уже обсуждали, это Zoom-видео, это аналог, скажем так, Skype, Telegram, Slack и все-все вместе, вот так выглядит график часовой, 102 доллара сейчас, цена размещения на бирже была 34 или 38, и вот с тех пор мы улетели здесь на 200 процентов, видите, безумный рост, практически без откатов, даже если мы включим дневной график, видите, просто парабола наверх. Что касается Zoom и его отчета, который вышел на прошлой неделе, рост выручки более чем на 100 процентов год к году, то есть в 18 году выручка была 60 миллионов, то есть эта компания не такая крупная, как Uber, безусловно, здесь не миллиарды, здесь миллионы, да, 60 миллионов выручка в том году, в этом году 122 миллиона, то есть хорошая динамика, 100 плюс процентов год к году, это всегда признак мощной растущей компании технологической, и вот здесь мы это видим и в отчете, и на графике, что инвесторы, спекулянты любят эти акции. Интересная такая история, вот сейчас много возни, вы слышите, не знаю, где-нибудь на РБК или в СМИ, что торговая война, эскалация торгового конфликта, вот эта вся возня, и здесь говорят о том, что многие акции технологические могут пострадать, но вот компания Zoom, одна из всех компаний, которая по мнению самого руководства, инсайдеров, они говорят, что мы от китайцев никак не зависим, даже если какая-то торговая война будет обостряться, то на наши акции, на нашу компанию это никак не повлияет, и вот мы видим в свете этого достаточно такой, в том числе, мне кажется, инвесторам нравится, когда такие вещи говорят, практически без отката компания растет. Что касается объемов, если мы посмотрим право края графика, 30-минутный, я сейчас включил, быстрый график, мы видим, что в принципе объемы стабильные, растущие, и акция также подрастает, явно здесь есть спрос, интересные эти акции, и здесь, конечно, кто не успел, тот опоздал, с одной стороны, потому что плюс 200%, ну куда-то сейчас забегать вдогонку, кидать свой ордер, я считаю, не самая лучшая идея, но нужно понимать и знать, что такая акция существует, да, что инвесторы ее любят. Если мы возьмем какие-то ближайшие уровни интересные, да, один уровень это 90.87, здесь локальный уровень хороший 93.50, 95.50, это для таких коррекции, ну и безусловно, если вдруг чего, 77.80, да, но если говорить честно, конечно, здесь ближайшие вот эти уровни, это то, что реально вряд ли сейчас компания там такими показателями обвалится, тем более Zoom одна из тех корпораций, которые выходят на IPO, она прибыльная, то есть она несет все-таки профит, а не только выручка у нее, да, пускай он небольшой, но зарабатывает деньги, поэтому здесь даже снижение до 93.94, это уже будет неплохая возможность для спекулятивной покупки, еще раз, спекулятивные покупки, здесь плечи я не рекомендую, маржинальный трейдинг не рекомендую, только если на свои незаемные деньги зашел где-то в интересную бумагу, которая есть долгосрочный потенциал, ну и если дадут по какой-то причине там 85-87, это будет шикарная возможность для покупки данной бумаги, следующий отчет у нас будет не скоро еще, сейчас скажу, да, 2 октября, то есть это не так, чтобы скоро, да, видите, выручка 122 миллиона, чистая прибыль, я не знаю, здесь будет или нет, ну чистая прибыль смешная, конечно, по мнению как бы большинства может быть как бы 2 миллиона, 200 тысяч, да, но при этом как бы компания, эта квартальная прибыль годовая здесь 8 миллионов, 7-8, но все равно как вот такой стартап, который зарабатывает деньги, уже что-то, уже мы видим такого, такого прибыльности, доходности хватает, чтобы компания с 30 и с копьем вылетела до 100, да, за акцию, поэтому присмотритесь к этой компании, будьте внимательны, здесь большая волатильность, вся акция ходит 50 процентов туда-сюда, здесь криптовалюта отдыхает, вот такая история, да, следующий наш персонаж, это моя любимая компания, одна из любимых, это Beyond Meat из свежих компаний, у нее вышел первый отчет после того, как компания стала публичной, это компания, которая делает бургеры и различные там сосиски и так далее, не из мяса, а из заменителя, белкового заменителя мяса, я считаю, что за такими, я как бы люблю шашлычок и так далее, бургер, но я считаю, что вот за такими компаниями, как Beyond Meat, Incredible Foods, есть такая компания, которая скоро может выйти на биржу, то есть за ними будущее, это очень интересно, недооцененный такой рынок и у них большой, большая возможность для роста, вот мы видим, что объем продаж вырос трехмесячный, да, на 215 процентов, то есть колоссальный потенциал роста и безусловно здесь может быть очень интересная доходность, что касается, здесь компания убыточная, но не небольшой умеренный убыток, 6,6 миллиона чисто убыток за этот квартал, а в первом квартале 18-го года был 5,7, то есть в принципе болтается примерно на одном уровне, здесь ничего там нету такого страшного. Что еще? Выручка растет, по мнению аналитиков до конца 19-го года будет выручка 210 миллионов долларов, и это тоже более ста процентов рост выручки, 110 процентов примерно. Если смотреть те акции компании, мы как-то уже рассматривали, рассматривали эту акцию, да, давайте посмотрим. Beyond Meat, дневной график, видите, здесь тоже такой параболический рост, давайте посмотрим часовой таймфрейм. Видите, у нас здесь тоже шикарный рост, безумный, как мне кажется, да, 68, при том, что акция выходила тоже там порядка 38, по-моему, то есть в первый день торговли практически 100 процентов, и мы видим, что сейчас там 140, в моменте акция была даже по 180, то есть безумный рост. Компания хорошая, интересная, в отличие от Zoom, она не зарабатывает деньги, но в отличие от Uber, не такая убыточная, они с такой дырой в бюджете. Если здесь брать, безусловно, вот локальный уровень, который мы уже тестировали, в районе 130-128, да, и вот здесь был набор хорошей позиции, в районе 198, это хорошие ключевики, хорошие ключевые уровни. И, ну, вот здесь локальный диапазон, где-то 170-175, да, я бы взял, то есть если мы говорим здесь о каком-то трейдинге, да, инвестировании, локальном, такой позиционном трейдинге, как я это называю, здесь, безусловно, вот есть такая возможность для захода в районе 130, в районе уровня. Если мы идем вниз и пробиваем этот уровень, это не очень хороший сигнал, то есть ниже 130, я бы здесь, 125, я бы здесь сильно не рассматривал для дозакупок, но вот 130 плюс-минус это хорошая цена. Сейчас покупать практически в середине диапазона по 150-145, я не вижу никакого смысла, здесь лучше дождаться все-таки отката. Если нам дадут цену 128-130-132, да, то здесь появится интересный вариант. Давайте посмотрим, может быть, поближе, допустим, 30-ти минутку объема, но ведь объемы сейчас пока снижаются, у нас здесь был пробивной объем, точнее здесь он был на пике даже объем, да, пиковый объем, после которого мы свалились, то есть здесь в этом диапазоне явно фиксанули нормальное количество акций, потому что, ну, акция выросла, грубо говоря, с 38 до 180 за месяц, да, то есть, ну, это как бы грубовато, вот, и сейчас видно, что первая волна фиксации прошла, сейчас нужно понять, будет ли вторая волна фиксации или пойдет уже все, кто хотел, вышел и пойдет цена вверх. Но если смотреть именно по объемам, друзья мои, я скажу честно, что тот объем, который вот здесь я сейчас вижу, он, в принципе, разнонаправленный, и здесь может быть, я все-таки ожидаю снижения, да, то есть в моменте я бы посмотрел 130 тест, 130 вполне может быть, все-таки здесь подскакивает объем, люди, ну, все-таки инвесторы здесь выходят, начинают выходить, я не думаю, что вот сейчас отсюда и пойдет, да, то есть, в принципе, вот такой вариант. Ищем 130. Ну, вот как-то так, краткий, если обзор брать, посмотрите, не хочу затягивать наше видео, там больше 15 минут, посмотрите, как вариант интересный, вот эти Uber, Zoom, Beyond Meat, хорошие интересные бумаги, все они есть на платформе Admiral Markets, MT5, да, вот где мы сегодня рассматривали, ссылочка на демо счет, попробовать потестировать условия, есть первое в описании, и также, кому интересно пройти обучение, разобраться в финансовом анализе, научиться торговать акции американских и европейских компаний, также ссылочка вот на наш этот сайт, совместно будет в описании, переходите, подключайтесь, оставляйте заявку, наши специалисты с вами свяжутся, и присоединяйтесь к этому интересному миру трейдинга и инвестиций именно на фондовом рынке, на американских акциях. На этом, в принципе, все, всем большое спасибо за внимание, с вами был Виталий Сергеенко, я профессиональный инвестор, трейдер с 12-летним опытом и по совместительству управляющей активами инвестиционной компании Rich&Ress Group. Всем всего доброго, всем пока и увидимся в следующем видео. Продолжение следует...